Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите программу «Регион» в студии Виталия Барташевича. Чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в Беларуси Ермухамед Ертезбаев находился на обречении с официальным визитом. В программе пребывания дипломата, посещения предприятий и организаций, важных исторических объектов, ознакомления с производственной и туристической мощностью региона, а также встречи с руководителями области и города. В Брестском областном исполнительном комитете состояла встреча посла Казахстана с председателем Брестского областного исполнительного комитета Анатолием Лисом. Подробности далее. Недавно президенты Беларуси и Казахстана поставили задачу довести товарооборот между странами до 1 миллиарда долларов США. Цифра 2017-го – 690 миллионов, что само по себе результат неплохой, но потенциал использован не в полной мере. Такое положение дел характерно и для межрегионального сотрудничества. Темп роста товарооборота между Брещиной и Казахстаном за январь-июль текущего года – 18%. Экспортируем больше, чем покупаем. Белорусские товары ценятся в Казахстане и работу в этом направлении необходимо продолжать. Торговля неплохими темпами идет, вместе с тем, с учетом участия Республики Беларусь и Республики Казахстан в целом ряде интеграционных образований, полагаю, что потенциал, конечно, нашего сотрудничества может быть гораздо выше. В области зарегистрировано 7 предприятий с казахстанским капиталом. Мы считаем, что может быть значительно их и больше, так как Брестская область имеет значительные возможности для более широкого привлечения инвестиций. Ермухамед Ертызбаев с визитом на Брещине впервые до нашего региона дипломат посетил Гомельскую, Могилевскую и Витебскую области. Далее отправится на Гродненщину. Дипломат подчеркивает заинтересованность в сотрудничестве по всем направлениям от покупки и продажи товаров до создания совместных производств есть с обеих сторон. Казахстан для Белоруссии – это супервыгодный партнер, потому что вы поставляете в Казахстан, ну все, начиная с носков, обуви, заканчивая крупной промышленной техникой и так далее. У нас белорусская продукция, сельскохозяйственная и так далее, широко представлена практически во всех магазинах Казахстана. Мы достигли очень больших успехов в реформах, но вот наличие в большом количестве у нас нефти, газа, цветных металлов, все никак не дает возможности сделать серьезную трансформацию в экономику с тем, чтобы мы, как белорусы, тоже могли производить такую продукцию и поставлять ее на другие рынки. Поэтому с этой точки зрения Белоруссия – это важнейший партнер для Казахстана с тем, чтобы мы на базе совместных предприятий создали у себя аналогичную продукцию. Диалог о состоянии и перспективах взаимодействия Белоруссии и Казахстана будет продолжен в Бресте в середине ноября. На этот период запланировано заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Продолжит свое ознакомление с потенциалом региона и чрезвычайный полномочный посол Казахстана. В программе визита – посещение крупных предприятий, историко-культурных и туристических объектов. К слову, на территории мемориала «Брестская крепость-герой» дипломат уже побывал, и это оставило сильные впечатления. Посещение вчера Брестской крепости – это моя полувековая мечта, была с самого детства, произвела на меня неизгладимое впечатление. Я был, конечно, потрясен и бесконечно благодарен белорусским властям и народу за то, что они поддерживают этот священный мемориал, можно сказать, для всего мира, не только для наших народов. Для всего мира, потому что победа была одержана, на мой взгляд, 22 июня 1941 года в Бресте, когда немцы убедились, что этот народ победить будет невозможно. Вечная слава павшим героям, защитникам Брестской крепости, а по существу защитникам мировой цивилизации. 12 сентября свой профессиональный праздник – День сотрудника органов предварительного следствия и семилетия со дня образования структуры отметил Следственный комитет Республики Беларусь. Его главная задача – проведение оперативного, эффективного и качественного предварительного следствия по совершенным правонарушениям, а также выявление нарушений закона, причин и условий, способствующих совершению преступлений. В управлении Следственного комитета Республики Беларусь по Брестской области прошла встреча с представителями региональных средств массовой информации. За каждой озвученной цифрой в стенах Следственного комитета – правонарушение и, чаще всего, уголовное дело. Вместе с тем, как отметил начальник управления Александр Рахманов на встрече с журналистами, за последние три года наметилась тенденция снижения преступности практически во всех сферах, за исключением семейно-бытовых отношений. Состояние и структура и динамика преступности, понятно, что это напрямую они задействованы и соотносятся, имеют значение для следственной работы. Так вот, в этих условиях следователи Брестской области приняли решение о возбуждении 6496 уголовных дел, окончили расследование по 3317 уголовным делам. Возмещено ущерба от совершенных преступлений на сумму 1 807 652 рубля, что составляет 68,2%. В счет возмещения ущерба арестованное имущество подозреваемых и обвиняемых на сумму 6 184 018 рублей. В основной части встречи Александр Рахманов ответил на вопросы журналистов, которые касались, например, проблемы подростковых суицидов и детского травматизма. Дорожно-транспортные происшествия с участием несовершеннолетних – результат беспечности родителей. Только за 8 месяцев на обречении с участием детей произошло 51 ДТП, в которых 8 человек погибли, а 56 получили ранения. Оставленные без присмотра дети выбивают химикаты, тонут в водоемах, выпадают из окон, становятся жертвами на пожарах. А плохой психологический климат в семье приводит к подростковому суициду. На сегодня в регионе зарегистрировано 42 случая травмирования детей. 17 из них погибли. По 10 фактам проведены проверки, по 27 возбуждены уголовные дела. Главное условие в предотвращении подобных трагедий – родительский контроль и опека. Дети и сами пытаются принять решение в какой-то трудной жизненной ситуации, в которой они оказались. А вот это делать, отдавать принятие решения детям, крайне опасно. Всегда надо общаться с детьми, всегда надо выяснять, какие у них проблемы, какие взгляды, какие интересы, что их беспокоит. Где-то подсказывать правильные, верные решения, не отмахиваться от их вопросов, которые они задают. Важное место в работе Следственного комитета занимает международное сотрудничество, которое идет по трём основным категориям дел. Правонарушение экономического и финансового направления в сфере высоких технологий и преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Брестский следователь сотрудничает почти с тремя десятками стран мира, причем сбор фактов ведется по законодательству страны, в которой ведется расследование. В таком установленном законном для нас порядке основное общение следователей с сопредельными государствами, оно и происходит. Почему? Потому что уголовный процесс, он прописывает порядок сбора доказательств и суды. В дальнейшем, когда исследуют в совокупности собранные по делу доказательства, каждая из доказательств рассматривается сквозь призму допустимости. И если оно установлено, собрано, добыто, в нарушении установлено законом порядка, оно не рассматривается как доказательство, свидетельствовало бы оно о виновности обвиняемого, либо о невиновности этого лица. Ирина Альшова, Андрей Щербант, Антон Луговкин, телекомпания БОК-ТВ. Белорусская железная дорога провела ежегодный конкурс смотр санитарного состояния и благоустройства железнодорожных вокзалов страны. Пинский железнодорожный вокзал уже не раз за 17 лет проведения конкурса был назван лучшим в стране и в этом году занял второе место в категории вокзалов второго класса. По каким критериям оценивались конкурсанты узнавали наши корреспонденты. За 136 лет существования железнодорожный вокзал станции Пинск несколько раз перестраивался. Разрушительная сила Первой мировой и Отечественной войн заставила восстанавливать его практически с нуля. Свой современный облик Пинский вокзал приобрел 10 лет назад. Сегодня это красивый, комфортабельный, современный вокзал. Ежегодно, начиная с 2001 года, Белорусская железная дорога проводит конкурс смотр санитарного состояния и благоустройства железнодорожных вокзалов среди внеклассовой категории, а также первого, второго и третьего классов. При распределении мест оценивается архитектурная выразительность вокзала и прилегающей территории, качество и количество оказываемых услуг. Пинский вокзал относится ко второму классу районных центров. В этом году уступил Полоцкую и занял второе место. Часть осмотра конкурса и вокзала проходит ежегодно на основании поданных заявок. В течение года оценивается уровень санитарного состояния, а также качество обслуживания пассажиров. Настоящий диплом для нас не первый, будем надеяться, не последний, как в общем целом участие и получение призовых мест в различных как спортивных соревнованиях, так и в производственных соревнованиях. Мы не останавливаемся на достигнутом. В настоящее время планируются укладки тактильной плитки для обеспечения безопасного следования по перронам слабовидящих людей. К услугам пассажиров вокзала автоматические камеры хранения, два банкомата, инфокиоск, пункт обмена валюты, кафе, два буфета, аптека, торговые автоматы, а также доступ к Wi-Fi. Для удобства пассажиров в зале ожидания установлен телевизор с жидкокристаллической панелью. Имеется информационно-справочный терминал, где можно узнать расписание движения не только поездов, но и городских автобусов. Там также представлены сведения о других услугах ЖД. В затруднительных ситуациях по аудиосвязи можно вызвать дежурного по вокзалу. Есть платежно-справочные терминалы, электронное табло. В наличии 15 комнат отдыха. Среди них номера бюджетного варианта и VIP-комната. Есть лифт для перевозки пассажиров с ограниченными возможностями. Стоимость за одни сутки в одноместном номере 24 рубля. А в VIP-комнате можно отдохнуть за 42 рубля. О новшествах при оформлении проездных документов рассказала старший билетный кассир Данна Марьяновна. В билетных кассах нашего вокзала живут заменены во всех кассах билетопечатающие машины для выдачи билетов на поезда региональных линий эконом-класса. Как пассажиры говорят, на дизеля. Эти машины более эффективны, чем старые, контролируют выдачу билетов. Кроме того, на вокзале установлено два терминала самообслуживания, где пассажиры могут приобрести проездные документы тоже на поезда региональных линий эконом-класса с оплатой по банковской карточке. Для поддержания правопорядка на станции работает линейный пункт милиции. Организовано видеонаблюдение. На территории вокзала есть специально отведенные места для курения, зона отдыха. Каждый день работники железной дороги заботятся о безопасности и комфорте своих пассажиров. Но для того, чтобы вокзал оставался в хорошем состоянии долгие годы, необходимо также бережные отношения и его посетителей. Пользуясь случаем, хотелось бы обратиться к жителям и гостям города Пинска о необходимости поддержания должного порядка на территории вокзала. И не стоит забывать о том, что наш вокзал, как и автобусный вокзал, является визитной карточкой города Пинска. В Пинске завершились областные соревнования по боксу «Олимпийские дни молодежи» и «Спартакиада с дюжур». По итогам двух соревнований пинские команды показали хороший результат. Подробнее об этом узнаете из нашего сюжета. С 10 по 12 сентября спортивный зал Полесского университета стал рингом сразу для двух соревнований. Здесь прошли ежегодные областные соревнования по боксу «Олимпийские дни молодежи» среди юношей 2001-2002 года рождения и «Спартакиада с дюжур» среди 2003-2004 года. На ринге встретились 56 спортсменов из Бреста, Жабинки, Барановичей, Коврина и Пинска. Место областных соревнований выбрали не случайно. В этом году просто-напросто Олимпийские дни молодежи попадают, республиканские попадают тоже в Пинске. И поэтому решили область, чтобы, как говорится, предстартовые провести в Пинске, попробовать как что. Ну и в Пинске хорошие условия, здесь в универсальном зале и размещение хорошее. То есть любят сюда к нам приезжать. Главный судья соревнований Валерий Кекух видит молодых спортсменов к перспективу. По его словам, молодое поколение боксеров очень целеустремленное и трудоспособное. Для любого боксера любое соревнование – это проявить в первую очередь себя. Ясно, что не все умеют эти ребята в этом возрасте, но они стараются показать свои навыки, чего их научили на тренировке, что им дали тренеры. Но вы же видите, они проявляют характер мужской. Команда из Барановичей продемонстрировали достойный уровень подготовки. В общекомандном зачете они стали победителями в двух соревнованиях. Их тренер Евгений Олейник знает, каким должен быть настоящий боксер. Молодой человек, призер первенства Европы среди юниоров, финалист чемпионата республики, неоднократный победитель республиканских соревнований. На мой взгляд, самым главным качеством боксера должен быть стальной характер, желание победить, не делать лишних движений и рваться к победе. В соревновании из Дюшор пинские команды заняли третье место. В Олимпийских днях молодежи второе. Пинчанин Павел Селятицкий стал чемпионом своей категории. Я являюсь четырехкратным победителем области. Этот финальный бой дался для меня тяжело, но я бы все-таки выиграл. Боксер был из города Кобрин. Он трехкратный победитель республики, трехкратный участник Европы. Соперник неплохой, но я бы все-таки выиграл. Хорошие святы тренера Шебельника Никиты Александровича мне очень помогли. По итогам двух соревнований чемпионы вошли в состав областных команд на республику. Олимпийские дни молодежи стартуют 24 сентября, а Спартакеадо с Дюшор в середине октября. А на сегодня у нас все. Мне же остается лишь поблагодарить вас за внимание. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова